Сергею Захарову 23. Он работает на Самарском заводе и снимает комнату в общежитии. При этом уже шесть лет стоит в очереди на квартиру. Жилье полагается как круглому сироте. Со своей проблемой молодой человек пришел на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Вопрос обсудили вместе с руководителем департамента управления имуществом Самары Андреем Белоклоковым. Он рассказал, что в очереди на предоставление жилья для детей-сирот сейчас около 950 человек. Квартиры постепенно закупают. До этого момента Сергею не придется каждый месяц оплачивать съемное жилье. Ему обеспечат место в общежитии недалеко от предприятия, где он работает. Сегодня в ходе приема сразу решили вопрос о том, чтобы его сегодня обеспечить местом в общежитии, потому что молодой человек платит за общежитие сам и своего кармана. При этом работает на заводе. Очень рассчитываем, что если не в этом году, то уже в следующем, как стоящая на очереди сирота, он получит жилье. Валентина Калябина обратилась к парламентарию с вопросом переселения из дома на улице Льва Толстого, 70, который признали аварийным еще 7 лет назад. Однако до сих пор не снесли. Женщине предложили компенсацию в миллион сто тысяч рублей, но она отказалась, поскольку на такую сумму жилье не купишь. Андрей Белоклоков сообщил, что проблема будет решена в ближайшее время. Пенсионерки подберут новое жилье, которое предоставят до конца года. Скорее всего, в Куйбышевском районе. Валентина Калябина осталась довольна. Я хочу сказать, это лучше, чем на него валится. Жителям Куйбышевского района, которые пожаловались на отсутствие должного благоустройства во дворах и отсутствие качественной питьевой воды, парламентарий рассказал, что в регионе строится новый водовод. Он обеспечит водой жителей Новокуйбышевска и Волгаря. Это новые микрорайоны. Как и любой новый микрорайон, конечно же, там есть свои болезни роста. С отсутствием должного благоустройства, с постоянным продолжением строительных работ. Мы обязательно эту ситуацию, то, о чем жители сегодня рассказали, обсудим с руководством и собственниками строительной компании. Людей еще интересовало, будет ли строительство новой школы. Мне кажется, что в этой части они ушли довольны, потому что строительство новой школы в Волгаре будет. В программу концессии, которой я занимаюсь, строительство этой новой школы вошло. По словам депутата, новая школа появится в микрорайоне в 2024 году. Средства на это уже запланированы. Всего на прием к Александру Хинштейну пришли 18 человек. Каждое обращение находится на личном контроле парламентария. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.